Более удобные для людей с ограниченными возможностями, менее шумные и более экономичные. На Волгоградских дорогах сейчас проходит обкатку новые троллейбусы. Пока их только два, но до конца июня в город поступят еще 48 таких рогатых машин и 12 автобусов, работающих на экологически чистом топливе. Это первые подобные приобретения после долгого перерыва. Новые троллейбусы оценила и наша съемочная группа Слованжелики Антипиной. Почти бесшумный и позитивно зеленый, с озвученным именем Троллза, родом из Саратовской области. Волгоградским водителям этот троллейбус уже полюбился. Управление отчасти компьютеризировано и все необходимые кнопки на своих местах. Машину создатели продумали тщательно. Очень хорошие, удобные, главные, мягкие. Для водителей навигатор и кондиционер, а климат в салоне показывает электронное табло. Здесь же информация о маршруте и следующей остановке. Первые два троллейбуса закуплены в рамках соглашения правительства региона с Минтранспортом России. Общая сумма контракта – 438 миллионов рублей. Это средства федерального, областного и городского бюджетов. Похожие модели начали курсировать по Волгограду еще пять лет назад. Но у этого троллейбуса явная социальная ориентация. Заниженный уровень пола на передней и средней площадке. На средней площадке имеется откидной пандус. Это оборудовано место, что дает возможность пассажирам с ограниченными возможностями пользоваться данным видом транспорта. Для горожан в инвалидных колясках водитель по требованию отбросит трап. Для них же специальное место с мягкой грядушкой и ремнем безопасности. Впрочем, плавный ход и короткий тормозной путь вообще должны исключить падение пассажиров. Даже в гололед, говорят специалисты. И по сравнению со старыми троллейбусами, они едят меньше электроэнергии примерно на треть. До 1 июля в Волгоград поступит еще 48 таких машин. Кроме троллейбусов, на дороге города выйдут и 12 новых автобусов, работающих на более экологичном газомоторном топливе. Анжелика Антипина, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба». Антипина, Василий Кострыкин